Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Рита уперлась рукой в вертикальный пруд ограды, возле которой они стояли, и засмеялась Про черные чупа-чупсины это большой секрет, я только тебе его доверяю Да? Почему? Олей владели необычные чувства В какой-то миг мир вокруг нее перевернулся, точно поменял полярность, точно верх стал низым, а низ верхом, а сами свойства вещей стали иными Но ей было трудно даже описать границы этой метаморфозы, не то что охарактеризовать ее Мы знакомы-то две недели Рита довольно кивала, продолжая улыбаться Просто сегодня день такой Оля, пинавшая камешки у себя под ногами, почувствовала дрожь, сладостную и горячую, прокатившуюся от затылка до самой попы Какой? Спросила она сухим ртом, испытав при этом желание впиться в губы Риты и со всей силы укусить Если все изменилось, теперь, наверное, можно День сладости и невинности Рита весело щерилась, и ее глаза, точно две черные льдинки, замораживали сам воздух Но Оле не было холодно Ее мозгу напротив рождался дьявольский жар, и казалось, еще немного, и лава начнет извергаться Пробив ход через стимичко Девочку бросила в пот, кровь перелила к лицу Испугала поразительная мысль На самом деле она спит Может быть, уснула на геометрии и видит дурной сон А потом проснется под смех одноклассников Или ее разбудит вечно пахнущая кислятиной математичка, обожающая говорить гадости И тогда Рита взяла ее за руку Идем, нам пора Пальцы подруги оказались влажными и липкими Словно она держала в них тающие карамельки Ладно И опять это ощущение Но восстократ сильнее, чем раньше Девочка морщится В ее глазах двоится Кажется, что мир уходит из-под ног Падает в густой Похоже на кисель сон Приготовленный из тошнотворной сладости Вывернутого наизнанку бытия И Оля понимает, что чем быстрее она идет, следуя за Ритой Тем надежнее застревает в этой субстанции Нет, ей не страшно Только любопытно и уже Приходят мысли о том, что домой, наверное, возвращаться не стоит И теперь другое тепло будет согревать ее жилой кости Это тепло покончит, наконец, с Олиным бесконечным одиночеством Навсегда Есть, Верит, и такой чудесный рецепт Возможно, те черные чупа-чупсы станут ответами на вопросы Которые мучили Олю предутренними часами Когда поход в школу казался пыткой А сама школа преисподней без выхода Не так быстро, пожалуйста Молит она Грань перехода в другое все ближе и ближе Пахнет выпечкой, ягодами и шоколадом Оля теснила грудь Дыши, сказала Рита, внезапно прижав ее к стене Девочка заглянула в черные глаза под руки Дыши, чувствуешь, как жарко Важно дышать Пить хочется Слабым голосом произнесла Оля Ноги ее ослабели В голове началось гулкое верчение Пить Оля не понимала, где она, пока не увидела, что они каким-то образом Оказались у входа в магазин Мимо проходили люди с пакетами Тараторили дети Осмотревшись, Оля сглотнула ком слюны И устаивалась на Риту Та ждала ее реакции Сейчас мы купим тебе воды Хочешь? Оля кивнула Резким толчком мир влился в старые формы и границы И эта замшилая серость Голодность обрушилась на сознание девочки Захотелось плакать Это чувство утраты важного Сокровенного Уютного Как бывает после дорогого сна Оля ненавидела и боялась Рита сказала Если мы сейчас не сделаем этот шаг То потеряем все Нашу невинность Нашу доброту и чистоту Наше время Наше естество Ты понимаешь? Надо быть смелой Все изменится Понимаешь? Оля кивнула Боясь признаться, что не очень В тот момент ей просто хотелось Идти вместе с подругой И никогда не останавливаться Неважно куда Хоть за горизонт Где можно увидеть привычные декорации Реальности С изнаночной стороны Где пахнет пеплом и распадом Где люди тени с лицами без плоти Говорят на языке за смерть Рита потянула ее в магазин Слабую, едва переставляющую ноги Оля видела все Как будто обрывками Стеллажи, тележки, корзинки С покупками Овалы чужих лиц Чувствовала прохладу кондиционеров Которая стояла в помещении магазина Точно холодная вода в бассейне Рита остановилась у полок С прохладительными напитками Прикинула Затем ринулась куда-то вбок Продолжая тащить за собой Олю На этот раз Риту заинтересовал холодильник Откуда она достала Две литровых бутылки Обычной воды и сказала Оле Пойдем Девочки быстро достигли кассы Миновав толкущихся возле овощей зевак И заняли очередь за полной старухой Повернув голову к Рите Оля сфокусировала взгляд Подруга стояла у стенда С конфетами и шоколадом Взяв два леденца на палочке С виду обыкновенных чупа-чупсов Она подторкнула Олю вперед Та послушно поставила на резиновый конвейер Свою бутылку Рита сделала то же самое И расплатилась с темноволосой Кассиршей в зеленом жилете Сзади уже напирали потные мужчины Поэтому Рита энергично двинула прочь От кассы, но не к выходу Оля прошла с ней до стоящих В углу велосипедов, где они не мешали Движению и начала разворачивать Чупа-чупсины Проснись, ты в новом мире Смеялась Рита Каком? Где тебя не будут бить родаки Где не будут оскорблять Всякие грязные животные Открыв бутылку, Оля сделала Несколько глотков Ледяная вода больно ударила в зубы Рита протянула подруге чупа-чупс Освобожденной от обертки Он был точно таким же, как все Только черного цвета Оля взяла Рита засунула свою конфету в рот И застонала от удовольствия Обратного пути не будет Сказала она, дрожа от нетерпения Можешь отказаться, но если пойдешь со мной Обещаю, мы отравемся на всю катушку Бумс, отрыв башки просто Отвечаю Никаких ремней, никаких лапаней Никакая сволочь тебя не изнасилует Меня Это пока, сказала Рита, прищурясь Понимаешь, однажды я увидела лазейку Есть возможность выбраться из этого дерьма Давай Оля подумала, что ей не хочется ремня по спине Не хочется плевков в лицо от своей вечно пьяной тетки Щипков от матери Не хочется, чтобы бабка, если Оля не понимала домашку Кусала ее за предплечье своими погаными, гнилыми зубами И грозила, что вышвырнет на улицу Ты тупая овца и никому не нужна Однажды ты привыкаешь к аду, где тебя оставили Думая, все так и есть И не существует выхода Но вот Рита говорит другое И обещает свободу Если у Оли причины ей не верить Да и разве бывают черные чупа-чупщины Именно их цвет стал для Оли решающим аргументом И она ссунула конфету в рот Вкуса сначала как будто не было Но стал он возникать постепенно Даже ничем не напоминая сладость Словно мясо, специи или томатный соус Все эти оттенки смешивались, рождая новые И Оля уже чувствовала клубнику, малину и чернику, протертую с сахаром Посмотрев на Риту Девочка заметила, что та пристально щурясь разглядывает ее Оля мычит А где твоя? Рита показывает палочку от конфеты Они быстро кончаются Во рту Оли происходит взрыв вкуса Рождается новая вселенная невиданных ощущений Распространяющихся далеко за пределы обычных чувств Оля смотрит на пустую палочку в своих пальцах Не понимаю Ударные волны от незримой вспышки угасли Породив во рту серый, вдруг пугающий вкус пепла и грязи Скривившись, Оля высула почерневший язык Как так? Рита засмеялась, запрокинув голову И ее рот на миг превратился в неровное страшное черное отверстие В этом вся суть На что ты готова, чтобы избавиться от этого вкуса у себя во рту? А это и есть истинный вкус жизни Горечь, беда, разочарование и смерть Так на что? Оля боялась спрюнуть Горечь нарастала, к ней присоединилась кислятина И нечто такое, что нельзя было определить Волна тошноты прошла от живота к Оленому горлу И она ощутила сильный спазм Но это был не позыв кровоти, а голод Сильный, жгучий, требовательный Невидимый зверь внутри нее принялся орать и царапаться Оля схватила бутылку воды, стала пить и пила, пока та не опустела Однако ужасные ощущения во рту очень быстро вернулись Рита, продолжая улыбаться, положила руку ей на плечо Иди за мной Откуда эта мерзость? Простонула Оля Не все ли тебе равно? У всего есть цена Ответила подруга, бери ее за руку Оля бросила взгляд в сторону КАЗ, где, как ни в чем не бывало, толпились покупатели Девочек никто не замечал Никому не было дела, чем они заняты И ни один сотрудник магазина даже не спросил, куда они идут Даже когда Рита привела подругу к участку голой стены, покрытой густым розовым плюшем с длинным ворсом Оля потрогала плюш Он был очень мягким, очень приятным на ощупь Рита раздлинула края длинной вертикальной щели и приказала следовать за ней Оля послушалась, протиснув себя в мягкий пружинящий под ногами туннель Рита шла к источнику розового света впереди А Оля точно опять в каком-то трансе не решалась спросить, что все это значит В конце концов, решила она не так и важно И почувствовала легкое окружение в голове от наплывающего запаха клубники Туннель привел их в комнату тоже целиком плюшевую Мягкую, словно живот медвежонка Рита тихонько взвизгнула от восторга и ринулась вперед К сидящему на возвышении большому ушастому кролику Возможно, это был человек в таком кричаще-розовом костюме Оля не знала и не собиралась проверять Ее влекло к этому странному существу Хотелось прижаться к его мягкому воздушному ворсу И рассказать о всех своих бедах Глядя в его черные, точно у Риты глаза Оля ощущала, как ее плоть Истончается под воздействием незримых поров любви и приятия И она, не в силах сопротивляться, упала на четвереньки и поползла Кролик с улыбкой до ушей приобнял ее левой рукой Правый приобнял Риту И, качая головой, слушал их плач в перемешку с визгливым девчачьим смехом Оля видела себя барахтающейся в розовом креме, который проникал через поры ее кожи И так совершала омовение, глотала плавающие в нем громадные ягоды бордовой малины И так причащалась плотью Смывала крем с лица, льющимся сверху яблочным соком И так постигала тайны вхождения в круг избранных Сладость и нега становились ее сутью И голод, тот зверь, который терзал ее, замолкал и уходил прочь Потом, грубо вытащив из приторных грез, Рита потрясла ее за плечо «Хочешь?» — Оля огляделась Комната была полна сладостей Даже сами ее границы, казалось, расширились до горизонта И барханы конфет, маффинов, шоколадных плиток, батончиков и всего прочего терялись вдали Кролик, сидящий на возвышении, согласно кивнул и сделал широкий жест «Угощайтесь, девочки! Все это ваше!» Оля стала отползать от него Но Рита опережала ее, словно быстрота Соперничество имели здесь какое-то значение Оля хватала все подряд, разрывала упаковки Рычала, стонала и пожирала сладости со звериным чавканьем Очень быстро ее рот, а потом ее лицо покрылись пятнами Обнаружив справа от себя лужу с колой, Оля подползла к ней и стала пить Опустив вытянутые губы в холодную коричневую жидкость И продолжала есть и пить, снова находя то лужи с соком, то с йогуртом, то с молочными коктейлями Она слышала смех и чавканье Риты, но не могла увидеть ее Девочка зарылась в кучу зефирин в шоколадной глазури И ворочалась внутри нее, словно с кем-то затеяла шутливую борьбу С трудом проглотив кусок пирожного, Оля поняла, что сейчас ее разорвет от внутреннего давления Повалившись на спину, она выпустила газы изо рта и стала немного легче От такого количества сладкого ее, с одной стороны, тошнило, с другой вдохновляло на новое обжорство Она позвала Риту по имени, но Таня отозвалась Подняла голову, чтобы увидеть розового кролика Его не было Кругом только пустыня сладостей, на которой горит, немилосердно выжигая глаза, розовое солнце Рита появилась внезапно Оля увидела над собой ее измазанное джемом лицо и вытращенные, будто с отрезанными веками, глаза Идем, нам пора Что? Я не могу идти Мне тяжело Пробормотала Оля, но подруга волокла ее, потом дернула, заставив встать на ноги Девочка стояла, пошатываясь на хрустящем печенье и рисках Сейчас будет легче, заверила ее Рита, что-то вкладывая ей в руку Идем Оля заныла Куда? Тут хорошо Мы идем отрываться Ты не представляешь, как будет круто Визжала Рита, приближая к Оле свой разъянутый рот, измазанный сладким Вот с этим мы повеселимся Девочка посмотрела на предмет, который держала Зачем мне нож? Отрыв башки! Забыла? Бумс! Сказала Рита, демонстрируя свой, точно такой же кухонный нож с широким лезвием Оля рыгнула, от газов защипала в носу, и она засмеялась, а вместе со смехом из ее живота ушло сытое напряжение И там вновь поселилась сосущая голодная пустота И опять вместо сладости во рту стала горько, кисло и гнило А язык точно покрыла плесень Оля со страхом посмотрела на Риту и сказала Я хочу есть Поедим там, здесь нам больше нельзя оставаться Но кролик? Пошли! Рита была сильной и буквально тащила упирающуюся Олю Под их ногами хрустела и чавкала И девочка видела свои ноги, покрытые сладкой массой Жалея, что не может взять ни конфетки Голод ее рос, но и решимость сделать что-то ради его утоления тоже Наверное, именно это Рита и предлагает ей Так ради чего упираться? Они пробежали по мягкому плюшевому туннелю, чтобы вылезти обратно в торговый зал Где бродили покупатели и касса выдавала чеки Оля облизала губы Что дальше? Они все наши, сказала Рита, по собачьей сказ Оля все еще стояла в какой-то радостной предвкушающей растерянности И стискивала нож потной рукой Люди, все эти взрослые мужчины и женщины, казались ей весьма аппетитными От них можно отрывать вкусные кусочки Или отрезать Внезапно она все поняла И это открытие вытолкнуло из ее зверски голодной утробы дребезжащий смешок На который обернулась женщина, отходящая от кассы с корзинкой покупок Она посмотрела на девочек И на ее лице возникло странное выражение, очень похоже на то, какое можно увидеть на покрытой рытвинами морде математички Оля, заметив эту гримасу, почувствовала, как ее голова стала пульсировать от прилива горячей яростной крови Перехватив нож лезвием вниз, она бросилась к женщине Та вскрикнула низко и хрипло, выронила корзинку, которая грохнула о пол, раскидывая по клубке и повернулась к Оле, выставив руки перед собой Оля размахнулась и всадила нож женщине в лицо Лезвие проткнуло основание носа и погрузилось на 5 сантиметров Оля тут же вытащила нож, чтобы всадить снова Теперь получилось в шею Покупательница с глухим воем рухнула на колени, и из ее шеи ударил плотный фонтан гранатового сока Оля, обрызганная с ног до головы, замерла на миг и повернулась к людям у кассы Те смотрели на происходящее с открытыми ртами, не решаясь прервать действие звуком или жестом Рита запрыгнула на толстого мужчину, полоснув его по спине своим ножом Оля захохотала Мужчина взвизгнул, получив тут же новый удар в почке Из него, в отличие от агонизирующей женщины на полу, вытекал апельсиновый сок Когда толстяк сводился у кассы, Рита, упав на колени, присосалась к его ранней, стала пить оранжевую холодную жидкость Очередь взревела, и люди ринулись кто куда, только чтобы подальше от этого ужаса Покупатели в лабиринтах стеллажей, наоборот, двинулись в сторону касс, посмотреть в чем дело Образовалась давка, ругань, крик Те, кто не поддался еще панике, кинулись к выходу, но не смогли открыть дверь Ни пластик, ни стекло не поддавались, несмотря на все усилия В дикой безумной давке и побоище погибли еще трое И лишь после этого люди помчались, опрокидывая все на своем пути обратно в зал Оля ни на что не обращала внимания Она стояла на коленях, прямо в луже гранатового сока и разрезала женщине живот Откинув шмать зефирной кожи, девочка нашла внутри маффины С клубничным кремом и россыпи мармеладных мишек всех цветов Набив рот, Оля начала вытаскивать содержимое живота женщины Отбросила большой кусок лимонного желе и длинные жевательные конфеты кишки И нашла леденцовые кости Не найдя больше ничего интересного, Оля встала и, проживав то, что было во рту Помчалась навстречу высокому нескладному мужчине, который пробовал защититься от нее пластиковым ведром Оля ударила ножом на отмашь, вышибла ведро из его руки и рассекла грудь Мужчина рванулся в сторону, но девочка разрезала его ногу до кости Он упал ничком, тонко визжая, дергаясь всем телом Оля всадила нож двумя руками ему в спину и сделала разрез от лопатки до крестца Молочный коктейль вырвался из образовавшейся щели, окатив девочку с ног до головы Мужчина еще дергался, когда Оля запустила руки ему внутрь и выдернула желатиновый желудок В котором лежали мягкие темные комочки Оля растекла желудок, чтобы достать их Оказалось, это шоколадные конфеты-трюфели с тертым арахисом, какие девочка всегда любила С наслаждением сожрав их все, Оля посмотрела вокруг Рита металась туда и сюда, неистово рубя и коля своим ножом А люди визжали, кричали, не в силах противостоять этой безумной силе Самой смерти в образе вымазанной в сладком девочки Самые грозные и уверенные в себе взрослые мужчины падали, истекая соком, газированной водой, морсом или питьевым йогуртом Ошметки плоти летели во все стороны Зефир, шоколад, сладкая выпечка, мармелад, желе, суфле и тирамису У одной женщины внутри черепа оказалась вязкая шоколадная паста Кто молил о пощаде, падая на колени, лишался головы Кто сопротивлялся, того Рита потрошила, как рыбу Очень скоро в живых почти никого не осталось Оля, пошатываясь как пьяная, ступая нетвердо по липкому скользкому полу Направилась в дальнюю часть магазина, между стеллажами У стойки с подсолнечным маслом скрючился десятилетний мальчик Оля схватила его за волосы и отсекла голову одним движением Наблюдая, как падают из разреза густые капли апельсинового джема с кусочками цедры Откинув голову, Оля наступила на дергающееся тело И ее нога провалилась в свежую, пахнущую ванилью сдобу В теле мальчика было много изюма, но когда Оля попробовала его, оказалось изюм с косточками А этого она терпеть не могла Оглядевшись и чувствуя нарастающий голод, Оля с отчаянием подумала, что сейчас умрет Но тут до ее ноздрей дошел сильный запах свежей клубники Исходила она оказалась от шестилетней девочки, которая забилась в угол за холодильником с мясом Она кричала и визжала, когда Оля вытаскивала ее оттуда за шиворот «Заткнись, иначе хуже будет!» – предупредила Оля А потом вонзила нож своей добычи ниже груди и дернула Девочка захлебнулась криком, но почти сразу обмякла Оля бросила ее на пол, опустилась на колени и запустила руки в живот, который был плотно забит свежими ягодами Она всегда обожала клубнику, поэтому принялась есть с жадностью, словно это была ее первая и последняя еда в жизни «Ты чувствуешь?» – Оля подняла голову и увидела, что рядом стоит перепачканная Рита «Что?» – Оля вся в клубнике икнула, живот отозвался глухим рыком «Голод! Он сильный, да?» Рита лыбилась, показывая все свои зубы Оля хорошо видела застрявшие между ними семечки смородины «Да, я хочу есть!» – ответила она, чувствуя накатывающий плач Сердце у девочки, которую она разрывала руками, оказалось огромной сливой, отличной на вкус Рыдая, вгрызаясь в сливу зубами, брызгая соком, Оля повторила «Я хочу есть!» Волокнистая плоть ползла по ее пищеводу в теперь ненасытную рычащую тробу «Я тоже!» – Рита сплюнула «Но мы съели так много!» «Таковы правила!» «Правила?» – Оля отшвырнула сливовую косточку и взглянула на подругу Рита махнула рукой «Пойдем наружу, мы не можем торчать здесь вечно!» «Зачем?» «Как зачем? Там же сплошная еда!» Оля поняла, что до сих пор не думала об этом «Еда! Жизни не хватит им двоим, чтобы съесть хотя бы четверть!» Дрожащей рукой девочка утерла лицо «Давай, двигаем!» За спиной лыбящейся Риты стоял розовый кролик и согласно кивал Его плюшевая мягкая лапа лежала на плече девочки Даря ласку, любовь и защиту, которой та никогда по-настоящему не знала «Давай!» Оля поднялась, подхватила нож и, думая, что кролик, может быть, любит Риту больше, чем ее И это нехорошо, сказала «Только быстрее, а то я голодная!» Кролик кивнул, и его мысли сосредоточились на ней Она словно стала центром его вселенной «Всей вселенной!» Сделав приглашающий жест, кролик указал девочкам на дверь И они пошли, взявшись за руки Створки сами собой раскрылись перед ними После чего толпа снаружи дрогнула И, сдав слитный крик вой, подалась назад Кто-то побежал, кто-то, оступившись, повалился на ступенях У иных пошла кровь из глаз или горла Другие умерли, стиснутые чужими напряженными плечами И так остались стоять И после первого невольного крика Наступила тяжелая тишь Предвестник того, что гораздо страшнее И отчего спасения уже не будет Оля и Рита, жмурясь от солнца Вышли на крыльцо И схудалые почти скелеты Чья плоть на костях напоминала пыльная папье-маше Одна женщина в первом ряду толпы Упала на колени и принялась кричать на высокой ноте Пронзительной и выворачивающей наизнанку в этой рвотной тишине конца всего и вся Девочки огляделись, облизываясь, Эрида сказала Я сто лет не ела А я миллион, отозвалась подруга Из ее ноздри тонкой струйкой вытекал персиковый сок Слушай, а вон тот дядька, кажется, мороженое С шоколадом и орешками Чую А еще прослойка черничного варенья Оля кивнула Тлен и горечи можно заесть лишь сладким Ну, кто быстрее Смеясь девочки бросились вперед К стоящему в первом ряду тучному мужчине с залысинами О том, что произошло дальше, вам известно Но, может, вы не заметили, как плюшевый кролик аккуратно закрыл дверь магазинно и повесил табличку «Закрыто» По небу бежали зефирные тучи, готовые пролиться йогуртовым дождем Солнце желтого птичьего молока дарило лучи невыносимой сладости умытому березовым соком, освобожденному от зла миру